Добрый день, уважаемые огородники и садоводы! Приветствую вас на своем канале Светлана обо всем. Сегодня я расскажу вам, как можно легко и просто посадить чеснок в сидираты. Конечно, удобней сажать чеснок, если сидираты посеяны рядами. Вот в эти бороздки между сидиратами делаем лунки для чеснока. А если сидираты посеяны сплошным ковром, то делаем лунки прямо в сидиратах. Как я это делаю, я вам сейчас покажу. Для посадки стараемся выбирать всегда самые крупные головки озимого чеснока, чтобы зубки были крупные и их было 4-5 штук головки, тогда и чеснок вырастет крупный. Каждый зубок надо проверить, чтобы он был не поврежденный и без признаков заболеваний. Также надо очистить от старой шелухи и обязательно надо срезать старые корешки, чтобы донышко было гладкое, так как старые корешки мешают росту новым молодым корешкам. Срезать старые корешки удобнее с целых головок, но надо срезать аккуратно, чтобы не повредить зубки, и донышко должно быть вот такое гладкое. Перед посадкой чеснок надо обязательно продезинфицировать, чтобы убить находящиеся под чешуйками болезнетворные грибки и бактерии. Для этого надо замочить на минут 20-30 или в темном растворе марганцовки, или в растворе поваренной соли, это 1 столовая ложка на 1 литр воды. Можно замочить сразу и в соли, а затем в марганцовке. Я замочила фитоспориния, 1 столовая ложка на 1 литр воды, также на 30 минут. Очень удобно сажать чеснок, если сидираты посеяны рядками. Вот между этими рядками сидират и будем делать лунки для посадки чеснока. Лунки для чеснока надо делать в зависимости от региона сантиметров 15-8 глубиной. Лунку для чеснока можно делать любым посадочным конусом или хотя бы бутылкой, где горлышко длиной 10-12 сантиметров. Но так как здесь уже везде растут корни от сидират, бутылка делать лунки тяжело. Я буду выкапывать лунки вот такой лопаткой. Так земля очень рыхлая и она сразу засыпает лунки. И тем более здесь уже растут корешки сидиратов. Я лопаткой их легко перерезаю. Так проделываем лунки по всей длине. Если у вас сидираты посеяны ковром, то просто раздвигаем сидираты по обе стороны, освобождая место для лунок по всей длине. Можно по этой длине скосить сидираты плоткорезом. Каналку я делать не буду, а просто буду лопаткой делать сразу лунки для посадки чеснока. Лунки я делаю около 8 сантиметров глубиной и 10-15 сантиметров между луночками, а между рядами 15-20 сантиметров. Земля очень рыхлая, я думаю это благодаря корням от сидират. Здесь я сеяла горчицу и овес. Посадить чеснок надо обязательно за 3-4 недели до заморозков, чтобы корешки успели вырасти на сантиметров 10, но сам чеснок не успел проклюнуться. Смотрите какие корешки видны от сидират. А моим сидиратом расти еще около двух месяцев, потому что у нас редко бывают морозы до нового года. Эти корешки и делают землю рыхлой, а когда они перегниют, то будет чем питаться моему чесноку. Если вы грядки перед посевом сидират еще не удобряли, то для того, чтобы чеснок вырос крупный, удобрение можно внести прямо в канавки или в ямки, выкопанные для посадки чеснока. Для роста чеснока очень важен фосфор и калий. До посева сидират я свою грядку ничем не удобряла, поэтому я в каждую луночку положу по 3-4 горошины суперфосфата. Подкормив фосфором, мы получим чеснок богат сахарами. Для того, чтобы чеснок лучше переизимовал, надо обязательно подкормить его калием. Поэтому я пролю ямки для посадки чеснока гуматом калием. Это очень эффективное органическое удобрение, которое содержит в себе очень много различных питательных элементов и плюс еще калий. Это удобрение повышает иммунитет растению и очень хорошо развивает корневую систему, как раз то, что нам сейчас надо. И чеснок вырастет более устойчив к различным заболеваниям. После внесения суперфосфата я сейчас залью лунки раствором гуматокалия. У меня он уже разведенный и я беру 100 мл на 10 л воды. Как его развести, ссылочка будет внизу под видео. Вместо органического можно подсыпать в каждую лунку минеральное удобрение сульфат калия. И так заливаем каждую луночку. Для того, чтобы все-таки чеснок начал быстрее укореняться, я внесу в лунки, кроме раствора гуматокалия, еще источник энергии. Это углеводы, которые не содержат в себе азот, то есть обыкновенный сахар. Я беру 2 столовые ложки на 10 л воды и проливаю опять лунки. Теперь чеснок обеспечен питанием аж до самой весны. Если у вас земля очень плотная, суглинистая, то на дно лунки надо обязательно насыпать песок. Песок для чеснока будет дренажом. Вода будет проходить через песок, даже при затяжных дождях. И чеснок не загниется, будет себя комфортно чувствовать в любую погоду. После замачивания еще мокрый чеснок я обсыпала золой. Это дополнительная дезинфекция и защита от вредителей. Сажать чеснок в сидираты я решила попробовать по 2 зубка. В этом году я посадила по одному зубку, головками и вот в сидираты по 2 зубка. Первый зубок садится немного глубже второго. Затем немного присыпаем его землей. Второй зубок садится не над первым, а немного со смещением в сторону, чтобы не мешать расти первому. И садится выше первого, приблизительно на величину зубка. Один зубок получается глубже, а второй рядом немного выше. Так как у меня земля неудобренная, сверху я присыплю лунки перепревшим компостом. Это будет также дополнительное питание чесноку. Чеснок не любит подкормку коровяком или навозом. Если у вас земля плотная, то надо обязательно после присыпания компостом присыпать сверху еще простой землей с грядки. Так как компост очень рыхлый, он очень быстро пропускает через себя воду. И при сильных дождях лунка с чесноком очень быстро наполнится водой, как стакан с водой. А так как вокруг чеснока плотная почва, то она будет очень медленно расходиться по почве. А если вы засыпите слой компоста слоем грядки с почвы, то дождь промочит грядку равномерно. Сверху компоста я присыплю лунки еще немного золой. И теперь всю эту лунку присыплю землей с грядки. Вот так выглядит грядка с посаженным чесноком в седиратах. Чеснок растет крупный только в рыхлой почве, а седираты своими корнями разрыхляют почву и кормят чеснок. А также защищает своей зеленой массой чеснок от морозов. Намного удобнее посадить чеснок просто в грядку, а затем эту грядку прямо сверху чеснока засеять седиратами. Я еще после первых приморозков прямо сверху седират засею слоем мульчи сантиметров 15 толщиной. Это может быть опавшая листва или сено или солома. К весне благодаря дождям и снегу слой мульчи станет совсем тонкий, а в дальнейшем из мульчи получится гумус. Это дополнительное питание чесноком. На первых своих грядках, на которых я посадила чеснок немного раньше, я вообще сделала все наоборот. Вначале я замульчировала грядку сантиметров 10 соломой, затем сверху чуть-чуть присыпала землей. Сверху этой мульчи уже посеяла седираты. Посеяла седираты грядками, хотя можно было бы посеять и сплошным ковром. И вот смотрите, как они хорошо все зашли. И теперь при первых приморозках замульчирую еще на сантиметров 10. Так что экспериментируйте, сажайте разными вариантами, чтобы выбрать способ наиболее подходящий для вашей почвы и местности. А сейчас хочу показать вам, какие у меня выросли гранаты. Уже почти спелые. Как только буду снимать урожай, обязательно вам покажу. Всем до свидания. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok